Выправка выдает в Евгении человека военного. Так и есть. В прошлом он полковник, служил в армии. Сейчас тоже живет в помещении казарменного типа, но уже в зоне. Офицер Шкрадюк весной прошлого года попал в ДТП. Он был за рулем. Его товарищ, что сидел на пассажирском, погиб, вылетев через окно. Было возбуждено уголовное дело. По статье 264, часть 4, он проводил судебное разбирательство. По итогам, значит, у меня был объявлен приговор, оглашен приговор 2 года 6 месяцев. Для себя я извлек уроки то, что необходимо, находясь за рулем, вести себя осторожно, ни в коем случае не употреблять алкоголь, поскольку это может привести к печальным последствиям. У Евгения было 20 лет стажа водителя, но это не уберегло его от ДТП. Кроме прочего, Евгений был за рулем нетрезвым. Последствия сейчас переживает в колонии-поселении, работает дневальным, следит за порядком, ежедневно переживает о таком бесславном завершении военной карьеры. Данный осужденный трудоустроен у нас дневальным с самого начала срока. Имеет иск, имея свою заработную плату, осужденный гасит с заработной платой и также добровольно по заявлению. Это является одним из факторов для предоставления осужденному условно-досрочного освобождения, заменену часть наказания, более мягкие наказания. Но и также он должен обязательно охарактеризован быть положительным. До условно-досрочного освобождения еще долго. Время подумать о содеянном есть. И ни дня не проходит, чтобы Евгений не вспоминал о событии, перевернувшем его жизнь и прервавшем жизнь его товарища. ДТП это такая непредсказуемая вещь. Это может случиться с каждым на дороге. Никто не застрахован. При этом нужно соблюдать осторожность, не полагаться на свой опыт и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Я бы хотел еще раз попросить прощения у родственников и близких погибшего за те деяния, которые я совершил. Если по возможности, если они смогут, чтобы меня простили. В колонии поселения номер 13 города Кохма отбывает наказание около 80 человек. Треть из них по той же статье, что и Евгений. И буквально каждые выходные сотрудники ГИБДД ловят новых водителей под мухой. Офицеры в зоне шутят. Это их потенциальные клиенты. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иванова Кохма.